В России одиночество испытывает 43,1% взрослого населения. В первую очередь пожилые люди, но довольно часто и молодежь. В каждом возрасте одиночество переживают по-своему, а в определенные периоды становится особенно болезненным одиночеством. В молодом возрасте сталкиваются с одиночеством в возрасте 14-29 лет около 1-3, что очень-очень, конечно же, много. Но где же и как же вообще найти себе своего человека, друга, подругу, а может быть, любовь? На этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить, дать конкретный совет, где это можно найти. И еще немножечко интересной статистики. Как это обычно бывает, во время переписи населения замужних женщин оказалось больше, чем женатых мужчин. 0,65% это 194,5 тысячи человек. В 2010 году разница составляла 0,15%. Демографы полагают, что в случае сожительства мужчины склонны считать себя холостыми, а женщины состоящими в гражданском браке. А вы как к этому относитесь? Напишите свое мнение в комментариях. Сегодня, друзья мои, я вам расскажу о Тиама. Это сервис для знакомств. Здесь вы можете найти как друга себе, подругу, так и, в принципе, найти отношения. Хотя, честно говоря, найти отношения в социальных сетях, в сервисах для знакомств, это, ну, такое себе занятие. То есть, ну, ты попробуй еще найди, попробуй встреться. То есть, сделай этот шаг на пути к какой-то встрече, а тем более каким-то более тесным отношениям. В общем, это довольно сложно. Данный сервис пытается решить эту проблему. И чем он же нам может помочь? Ну, собственно, давайте начнем обзор этого сервиса с того, что зайдем на профиль одной из девушек, которые есть на этом сайте. Причем, у нее есть вот эта вот галочка. То есть, она подтвердила свой профиль, что доказывает, что она реальный человек. Это ее реальные фотографии, хотя, конечно, фотошоп никто не отменял. Это надо понимать, друзья мои. И вообще, я бы, честно говоря, дал вам такой совет. Прежде чем все-таки встречаться в реальной жизни, ну, хотя бы как-то созвониться по видеосвязи, пообщаться, вот, ну, именно голосом с видео. Вот хоть что-то более близкое к реальному общению. Какой-то мостик, промежуточный этап на пути к свиданию. Кто она такая? Ну, давайте как раз-таки небольшой обзор ее профиля сделаем. Ее зовут Анжела. Ей 24 года. Она из Москвы. Ну, я взял Москву, потому что это самый, в принципе, крупный город у нас в стране. Поэтому возьму этот город. Хотя здесь, в принципе, можно найти из какого-нибудь маленького города человека. Можно даже найти из другой страны. Так что, в общем, ну, давайте. В общем, так вот она выглядит. Честно говоря, ну, это очень такие профессиональные фотографии. То есть, видно, что здесь явно постарались, чтобы сделать более привлекательные фотографии. Да и, честно говоря, человек выглядит очень ярко. И вот у меня всегда вот возникают вопросы. Как человек с такой внешностью, яркой, явно яркой внешностью, не может найти себе друга, найти себе парня? Вот, ребята, напишите в комментариях. На самом деле, я думаю, это стеснение, как со стороны парней. Типа, ох, какая же красивая девушка. Наверное, у нее точно кто-нибудь есть. И я, естественно, не буду к ней подходить, знакомиться, потому что боюсь отказа. И это, я думаю, довольно частая проблема. Ну и в целом, даже если какие-то парни подходят, то обычно, ну, скажем так, это не те парни, наверное, которые бы хотела Анжела, чтобы к ней подходили. Я вот думаю, вот такое у меня пределение. Короче, давайте почитаем ее профиль. Приветик. Вот мои. Я красивая, женственная, сексуальная, веселая девушка. С голубыми глазами. Недавно живу в Москве. Учусь и работаю. Мечтаю сходить в тир. Чего ж ты еще до сих пор не сходила? Вроде это не супер какое-то запретное место. Ну, да ладно. Я не умею стрелять, но мы можем научиться вместе. Будет плюсом, если ты тоже любишь такой отдых. Я, честно говоря, был в тире, но я там не стрелял. Я просто присутствовал там, когда стреляли, когда что-то там, в общем, прицел, прицел, как-то калибровали, наверное, правильно слово. В общем, вообще неприкольное место. И там, в общем, там очень шумно, поэтому там вот вообще неприкольное место. Не мое. Явно не для свидания. Я за легкость и позитив. Рада пробовать новые эмоции и впечатления, ведь изменения в жизни – это всегда круто. Очень люблю жизнь. Ходить на массаж, в бассейн, обожаю бегать, кататься на велосипедах, заниматься женской красотой и развития. В поисках мужчины, с которым будет душевно, хорошо, интересно. С которым будем на одной волне во всех смыслах. А что ты ищешь? Обнимаю. Ну, что, водолей, кстати, я тоже водолей. Высшее образование, спорт, видимо, это один из ее интересов. В браке не состоит, детей нету. Не имеет значения это, судя по всему, вероисповедание. Потому что, ну, вот этот значок, как бы этот эмоций, по-моему, как раз-таки об этом говорит. 167 рост. Ну, для меня лично это не очень высокая девушка, потому что я 190 ростом. Поэтому не курит, не пьет. Это вообще прекрасно, потому что я, честно, вот, ну, вот никак, наверное, не смогу быть с девушкой в каких-то близких, реально близких отношениях. Если она будет курить или пить, а или, тем более, все это одновременно делать. То есть, ну, вот вообще нет. Это прям вот супер такой серьезный для меня блок. Вот нет, 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 нет. Не ненавижу, честно говоря, эти привычки, в том числе даже у других людей. Тем более, сам, конечно же, против этого максимально. Также, друзья мои, здесь есть психологический портрет. Я не буду, конечно, все здесь вот это подробно читать. Вы можете просто нажимать на паузу, дочитывать все это. Я просто все это открою. Перфекционизм, осторожность. Ну, то есть, здесь проходят определенные тесты. Альтруизм, общительность, непредсказуемость, лидерство. В общем, много здесь всяких штук можно прочитать. Не знаю, насколько, конечно, это соответствует данной героине нашего ролика. Но, тем не менее, вот так же вы можете добавить в избранное ее, пожаловаться даже, заблокировать, чтобы вот не писал, если какая-то надоедливая особа. В принципе, я думаю, это больше, наверное, такая штука нужна девушкам, потому что, наверное, парни некоторые могут очень сильно их доставать. В данном случае, когда девушки доставления, это, наверное, сильно-сильно реже. Но, тем не менее, тем не менее, друзья мои, здесь очень простой интерфейс. То есть, как бы, здесь нет каких-то таких сложных штук. У меня пока не очень популярная страничка, поэтому я пока здесь еще не нашел своего человека, скажем так. Но, тем не менее, продолжаем, продолжаем поиски. Ну что, она сейчас на сайте. И давайте напишем. Ну, просто привет я напишу. Самое-самое банальное. То есть, с чего начать вообще диалог. Казалось бы, это банально, но с этого как раз-таки и начинается большинство общения. Просто привет. И все. Так, ну ладно, не знаю, ответит, как бы, походу, если ролик ответит, будет прикольно. Если нет, ну нет. Окей. А вот, друзья мои, как выглядит вот такая, знаете, штука для поиска. Какие здесь есть фильтры. Можно указать, есть ли дети, например, у человека. Соответственно, какого возраста он, какое есть образование. Вероисповедание. Для кого-то это может быть очень важно. Какой рост, алкоголь, отношение к нему, курение, знак зодиака. Для кого-то это реально очень важно, может быть. Это, наверное, больше все-таки для девушек. Но, тем не менее, это тоже вот есть. Поэтому это хорошо, я считаю. Можно выбрать, чтобы они были онлайн. Соответственно, чтобы быстрее прошел коннект. Популярно, например. Ну, с популярными, наверное, чуть посложнее все-таки начать общаться. Но популярно не почему. Наверное, потому что это более яркие девчата. Ну, в том числе и парни, естественно. И у них, наверное, очень много сообщений. То есть, надо это все-таки понимать. Вот. Но, тем не менее. Например, популярные мы убираем. Но, как бы, в любом случае здесь остается множество различных дан. Так, короче. Можно выбрать, оказывается, здесь только страну. Ну, то есть, вот прям страну убираем. США. И можем здесь найти каких-то девчонок из США. Понятное дело, что они будут здесь из различных городов. Но, тем не менее, в принципе, фильтры тоже можно в сети использовать. Например, вот из США. Девчата, пожалуйста, можем выбрать популярных. Кто попопулярнее. Ну, почему-то у нас здесь... А, окей, онлайн мы убираем. Давайте просто популярные девчата. И кто нам здесь. Вот, например, Лили Мэй. Лили Мэй. Ей 23 года. На самом деле, у нее довольно мало, что есть в профиле. Она из Сан-Франциско. Козерог. Высшее образование. В браке не состоит. Детей нету. Атеизм. 198 рост. Не знаю, сколько это, конечно, соответствует реальности. Не курит, не пьет. Но, 198 рост это очень высокая девушка. Очень высокая. Может быть, даже не совсем девушка. Ладно. Шучу, конечно. В принципе, можем смотреть профили людей и в таком формате. То есть, просто лайкать, лайкать или дизлайкать или лайкать. В общем, варианты два. А хотя нет, еще есть вариант. Можете добавить в избранное. А также можете попытаться сразу написать. Почему нет? Почему нет? Вполне себе вариантик. Так что, друзья мои, в общем, ссылочка на этот сервис есть в описании. Если вас данный сервис заинтересовал, то, в принципе, можете зайти и, соответственно, попробовать себе найти какого-то близкого человека. В общем, с вами был Максим Шубин. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.